так ну что всем привет ребята небольшой ролик про запорожец снимаешь гаража как видите гараж почти готов осталось поставить ворота свет и дверь полы залил в стены готовы так что вот такая вот мастерская хочешь с деревом занимайся хочешь тачки чини ну что ты хочешь ты покормил сегодня решил немного поработать гаража и также заняться по ростам купил краску крашу вот эти вот уголки верху которые есть решил их подкрасить взял серый цвет здесь вот подкрасил там он и уголок подкрасил также здесь вот надо будет уголок подкрасить пока ворота не привезли ну что перейдем к запорожцу вот он стоит сегодня уже немного поработал подшпаклевал подкрасил с чем я работаю покажу вот купил серую грунтовку грунт эмаль по ржавчине нейтрализатор ржавчины антикор сохнет вообще быстро буквально 20 минут и можно этот шлифовать поверхность так написано по металлу туда же написано сейчас покажу но я с такой грунтовка по моему ушок и красил днище тут даже таки написано может применяться для краски автомобилей для грунтовки ржавых поверхность днищ крыльев и прочих деталей как то так вот видите как раз у меня надо будет подкрасить ржавые поверхности да смотрите что написано не требует очистки поверхности от ржавчины прям можно наносить на ржавчину так в общем я взял шкурку вот где ржавая поверхность там краска где отслаивается я зачистил в общем все это и где ржавчина я нанес вот это средство действует ржавчины было там внутри еще ржавчина здесь собрал старую шпаклевку где она болталась это же обработал вот этим антикором часа на все это разъезд там я потом уже этот шпаклевкой буду немного выравнивать теперь запорож стал как в камуфляже видите где ржавые точки я все обработал антикором здесь вот ржавчину было прошелся кисточки сейчас еще раз пройдусь второй раз тут банки я думаю хватит и на уголке и на запорожца расход небольшой также обработал пороги вот еще ответил вот это вместо час я за шкурю вот ведь ржавчина есть но металл не дырял и сейчас я это за шкурю чтобы было гладко и потом уже обработал вот этим средством так вот здесь пороги обработал чтоб дальше не ржавела сейчас пускай сейчас еще раз пройдусь кисточкой где ржавые места за шкурю потом буду полностью мотовать а надо будет заклеить все ручки я уже начал вот отклеивать надо будет отклеить стекла ну потихоньку не спеша чтобы это ночью сильно мокла пока все равно мне краскопульта нету я это пакетом всю машину накрою делом по бюджету так сказать с минимальным вложениями так ну вот задняя часть тоже самое страшное я тут сколько мог выпрямил сейчас надо буду вот это место вырезать и заваривать это место под другие фонари вот видите место какой страшно ну ладно под бампером не видно будь я максимально час сколько есть за шпаклю посмотрим что получится все скотч кончился без скотча никак если делать без него так что закраситься все резинки будет некрасиво придется купить скотч я думаю еще один ролик хватит все все так ну вот вот так вот подмазал то что там потеки это все фигня это все фигня это все это зашкурится даже ничего страшного так вот вижу здесь вот мятина ответе надо будет вот это место тоже зашкурить и зашпаклевать чуть-чуть а так сегодня вот видите потихонечку делаю вот завтра поеду шпаклевку привезу старого там правда отвердитель нет ну пойдет шпаклевку привезу скотч куплю этот стекла все подклею ночью пленкой накрою чтоб дочь если будет чтобы этот газета не намокла ничего сложного нет шкуришь красишь с этой краской вот этой грунт эмаль три в одном хорошо она прям на ржавчину хорошо садится сейчас еще покажу я там глушитель поставил сейчас открою насчет салона потом будем прибираться сейчас всю ржавчину берем зашпаклюем так вот видите установил глушитель прокладки все вырезал на герметик посадил где обрабатывал серебрянка называется ответе обгорела местами здесь вот обгорела здесь вот обгорела сейчас попробую запустить послушаем как он работает ну потихоньку обгорает вам видите желтеет где пониже где жар не такой сильный там все еще блестит а так если не дождя не будет займусь вечером сваркой посмотрим болгарка есть надо будет металл вырезать и приварить я даже электроды купил тонкие специальные за 200 рублей там двоечка самым тонкий электрода взял чтоб кузов варить у нас дождик моросит не стал сырую погоду заниматься сваркой пленкой все это дело накрыл пусть стоит завтра может нормально быть погода был этот зад буду подваривать а так в принципе на сегодня все